Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Климат-контроль». Сегодня она выходит немножечко на час позже, но, кстати, благодаря этому событию мы успеваем обсудить, наверное, главную новость, которая сейчас по всем социальным сетям гремит на улице Гертрудес. Вот буквально поворот с Бривибас, провалился не асфальт, а вот брусчатка, брусчатка и машина буквально въехала носом до середины, провалилась под землю и, слава богу, там обошлось без человеческих жертв. Все как бы с одной стороны обошлось, но с другой стороны причина вот этой такой неожиданной аварии называется как гидравлическая проверка воды, потому что в городе действительно сегодня проверяют воду. И вот каким образом эти события могли привести к такому печальному результату? Вот, может быть, нам прокомментирует Константин Рангс, морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке. Добрый день. Ну, тут совершенно понятно, что, собственно говоря, вода размыла песок, Рига стоит на песке. Прямо мы все это знаем, вода размыла песок, но там труба, очевидно, лопнула во время испытаний. И благополучно брусчатка абсолютно какое-то время она может еще держаться за счет сцепления между собой вот этих вот блоков. Когда подъехала машина, все провалилось, и, к счастью, машина провалилась неглубоко. И там не было много воды, потому что в противном случае человек либо оказался в машине, которая полностью дополняется водой. И там известная масса прецедентов, когда люди просто-напросто тонули на глазах у собравшихся вокруг зевак, которые не знали, чем помочь. В данном случае, как я понимаю, все обошлось. И можно сказать другую вещь, что вот эта вот авария, она показывает, насколько уязвим наш город, насколько уязвима Рига от любого мощного воздействия воды. Вот можно сказать, мы действительно стоим на песке. И вопрос, когда Ригу смоет, когда она начнет разрушаться, это вопрос, знаете, такой вопрос времени. Вот, поэтому, и хотел бы отметить, что это же не только для Риги характерны такие провалы. Вот, например, возьмите соседнюю столицу, Москву. Там провалы, это дело, что называется, регулярное. Не на Большом Кольце, и в Старой Москве. Провалы там описываются последние 400 лет. С большой регулярности. Там было, что башни проваливались, дома проваливались. Дело все в том, что геологически условия очень схожие. И в Москве, и в Риге. Сверху слой песка, песчано-глинистые породы. Потом целые переслаивания известняка, гипса. То есть пород, которые легко растворяются водой. Ну, легко это в геологическом смысле. Таким образом образуется такое явление, как карст. Карст – это пустоты, ну, пещеры в обиходе. Так вот, собственно говоря, когда надлежащим образом до определенного уровня размытие произошло, карстовая полость рушится. И, что называется, здесь массив грунтов сверху этой полости начинает поседать. Это происходит быстро. Желающие посмотреть могут съездить недалеко. Не надо в Москву ехать, тем более границы закрыты. Можно съездить в Литву, в город Биржай, в Биржайский район. Там даже есть смотровая вышка. Чтобы залезть на нее и посмотреть, такое впечатление, знаете, как будто бомбежка лунная была. Озера круглые. На Биржайского района характерно и в наше время провалы домов, в том числе многоэтажных, одноэтажных. Я два года или три года назад был в составе группы журналистов. Мы видели, нас пригласили на местный пивзавод. Так вот, посреди пивзавода тоже была дырища, заполненная водой. В пятницу все уезжали, вроде бы была парковка. А приехали в понедельник, а там вместо парковки круглое озеро. Причем довольно глубокое. По счастью, там ничего туда не утонуло, но вот предсказать это крайне сложно. Поэтому я хочу сказать, что в принципе, если будет больше осадков, будут, не дай бог, наводнения, вот эти вот огромные выпадения, то не нужно будет даже аварии трубопровода. Вот такие разводы будут, не дай бог, они обязательно могут быть не только на дорогах, но они могут быть эти провалы и под фундаментом зданий, и что тогда произойдет. Нет, я к тому, что в принципе о том, на чем стоит ваш дом, нужно думать уже сейчас. Не то, что это завтра все случится, но было бы очень неплохо подумать. Ну, то есть, вот мы все время представляем себе, когда продают участок земли, например, вот это как что-то такое неизменное и незыблемое. Хотя на самом деле, по большому счету, нет ничего, наверное, более такого эфемерного, как владение участком земли, который может в любой момент исчезнуть, осыпаться его, с ним что угодно может произойти. Вот позавчера норвежцы убедились на своем опыте, как дачные участки, 8 штук, там еще 9, которые находятся в городке Алта, это провинция Финмарк на самом севере Норвегии, на глазах за 30 секунд, покряктовые, благополучно съехали в море, и их поглотила пучина сия. Есть видеозаписи, легко можно зайти, посмотреть, и это достаточный эффект. Люди, которые там находились, слава богу, в будний день там не было много отдыхающих. Один из людей, который там был, он просто услышал треск, вибрацию, выскочил и увидел, что земля, на которой он находится, как-то начинает деформироваться. Он бросился бежать вверх по холму. Если посмотреть видеозапись, понятно, что вот вся эта земля достаточно рыхлая, массив, высотой до 40 метров просто поехал в море под действием силы тяжести по поверхности скал. И в Норвегии же она скальная, в общем-то, да? Вот эта земляна, которой они там себе пытались свои полярные огородики сделать, и дома построили, она, в общем-то, это следствие ледника, действия ледника, ледниковые вот эти отложения, песок, травик, калька, глина. Пациент взял и съехал. Причина тоже, в общем-то, такая банальная. Надо сказать, что смотрите, за последние 4 дня новости размыло, сдуло, буквально снесло мост на реке Гола, близ Мурманста, это в России, на севере недалеко, да? Затапливает, размывает автодороги и подтапливает здание в Лапландии, это уже через границу, да, в Финляндии. И вот там вот в Финмарке тоже шли сильные дожди, но самое главное, резко поднялась температура, ну при дожде температура, и снега стали таять. В связи с этим, вот этот вот массив земли, где-то 800 метров по длине, он просто-напросто начал пропитываться влагой. И вот этой силы сцепления между вот этой землей и вот этой наклонной поверхностью скал уже не стало хватать, чтобы удержать всю эту землю. И она спокойно, как на салазках, поехала благополучно себе в море. Навстречу поднялась волна, и все остальное. Слава богу, у них дома плавают, поскольку они эти деревянно-слоистые, панельные, они уцелели. Собака там, говорит, была, то она благополучно поплавала, поплавала, а потом, как говорится, просилась в воду, добралась до суши. Вот никто не пострадал, но уже сейчас об этом говорят. Если это произошло здесь, а почему это не произойдет в какой-нибудь соседнем месте? Так что очень-очень серьезные вопросы, и вот мы все-таки как бы немножко в стороне, но вот это происшествие на улице Гертрудес как раз заставляет нас подумать о том, что даже обыкновенный дождь может принести нам большие-большие проблемы. Ну, а в данном случае роль дождя исполнила лопнувшая труба. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. А я вот вспоминаю, что это при советской власти, я не знаю, это правда или нет, рассказывали страшную историю, что в Забайкале один дом провожился, буквально чуть ли пятиэтажный, потому что он стоял на вечной мерзлоте, а она все согревалась-согревалась, она растаяла, дом провожился. И сейчас, вот говорят, на севере России тоже мерзлота тает, и там проваживаются какие-то строения. Скажите, такое вообще возможно или нет? Спасибо. Спасибо. А это, как говорится, не то, что возможно. Это известное явление. Дело все в том, что когда еще до Второй мировой войны, 20-е, 30-е годы активно стали строить на севере, то поняли, что если построить здание, которое теплое, по сути своей, вот эти мерзлые грунты, а мерзлые грунты, вы знаете, это очень интересная вещь. Это не просто холодный камень, да, ниже нуля. Он по своему содержанию может вообще представлять себе просто-напросто лед, грязный лед с каким-то количеством места и грима. Я видел берега на полуострове Ямал, которые на глазах превращались в жижу. Так вот они, вот вроде стоит такой красивый высокий обрыв, и вдруг этот кусок обрыва рушится в море, и когда подходишь, ты понимаешь, что это уже не твёрдая какая-то павиасубстанция, а что-то такое, знаете, медузообразное. Через сутки-двое это вообще этого ничего нет, всё растеклось. И вот эти вот катастрофы, они привели к тому, что возникла технология строительства зданий на сваях. То есть идея какая? Мы тёплое здание поднимем над уровнем земли, то есть мёрзлой земли, и сваи будет мало тепла проходить, а вокруг будет дуть холодный воздух. И вот за счёт этого, типа того, что мерзлота будет сохранять свои вот эти прочностные свойства, а в тюрьме будет тепло. Как бы и волчь сыты, и овцы целы. Но что сейчас происходит? Уже по имену последние лет 20 обращают внимание на то, что из-за вот этого прислоутого глобального потепления, которое таки есть, начинает дегенерировать, разрушаться вечная мерзлота. И температура повышается. И вот что очень важно, она ещё мерзлота, но температура поднялась. А прочность мерзлоты очень тесно связана с температурой. Чем холоднее, тем она прочнее. И что получается? Получается, что сваи, которые стоят вроде бы в мерзлоте ещё, даже не растекла, ещё вроде мерзлота, они начинают проваливаться, потому что прочностные свойства мерзлоты падают. В результате дома или другие здания начинают разрушаться. И я могу сказать, что ещё в 2008 году, когда Росгидромет российский готовил для правительства России так называемый первый оценочный доклад об изменениях климата, была отдельная главка, посвящённая вот этому самому процессу. То есть нельзя сказать, что правительство это не знало. Мало того, были даны соответствующие рекомендации, что нужно делать и на что обращать внимание. В 2014 году уже откровенно говорилось о том, что изменение климата, которое на севере происходит, повышение температуры в два раза больше, быстрее, копейками, чем в целом по земле, этот процесс будет тоже развиваться, развиваться стремительно, тем более он будет осложняться очень большими снегопадами зимой, а весной, в связи с дождями, массовыми наводнениями. То есть смотрите, это ещё 2014 год, и уже тогда говорилось о проблеме вот этих вот наводнений на севере. Сейчас финские специалисты говорят, что наводнение, которое происходит вот на севере, вот таком вот, европейском, да, то есть это Кольский полуостров, Лапландия, ну, вся эта территория, это самое сильное наводнение за 50 лет, как минимум. А снегопад был самый сильный за 60 лет. Самое интересное, финны тоже 10 лет тому назад уже говорили о том, что впереди нас ждёт потепление, увеличение количества отсадков, а самое главное, сезоны будут меняться. Ведь доходит до смешного, в декабре теплее, чем в июне. То есть уже нету такой разницы, вот зима, так зима, вот колотун, всё промёрзло, всё, вот потом весна, лето, к чему привыкли. У нас тоже ведь в марте, в марте была температура минусовая, а я очень хорошо помню, что декабрь и январь шли всё время с плюсом. Вот в том-то и дело. То есть ломается вся структура, к которой мы привыкли. Приметы, которые говорят, народные приметы, эти приметы не действуют, потому что тогда был свой климат, а сейчас он идёт куда-то. Причём не то, что он пришёл. Мы ещё не знаем, куда он придёт. Мы находимся в процессе, и поэтому то, что было в прошлом году, уже может совершенно не приходиться в этом году. Вот в чём проблем. А у нас, между тем, есть ещё один звонок. Добрый день, доброе утро. Добрый день. Я вот хотела спросить специалиста. Вот сейчас в России, в Америке выкачивают огромное количество нефти, газа вот из-под земли. Потом туда, вроде бы я читала, закачивают воду. Вообще, как это отразится вообще? Какие последствия могут быть? Что вообще, вот, как говорится, мы оставим поколением вообще, что там произойдёт дальше? Да, спасибо. Это действительно, вот вопрос спрашивают о том, ну, хорошо, вот мы выкачиваем всю нефть, но мы не знаем, какую роль играет нефть. Есть, ну, теоретики, ну, такие, которые говорят, что вообще нефть, как, условно говоря, кровь планеты, и вот, ну, человеку можно пускать до какой-то степени кровь, но рано или поздно он умрёт. То есть мы не понимаем, может быть, какую роль выполняет нефть в существовании нашей планеты. Всё живое когда-то заканчивает быть нефтью или газом. То есть это, что называется, цикл. Мы же замкнутая, знаете, колба. Вот планета, представьте себе, что Земля — это такая колба, и всё, что там внутри происходит, что бы не было, оно наружу не убегает, оно всё находится внутри. Из одного получается другое. Это важно. Второе, что под землёй нету никаких, вот, как говорят, ёмкостей, полостей, пещер, заполненных нефтем. Вот выкачали мы, и всё, как цистерна пустая. Если хотите представить, что такое месторождение нефти, возьмите ведро, засыпьте туда песочка, лучше крупнозернистого, налейте туда воды, и плюс ещё плесните туда, ну, не знаю, там, литр-полтора, допустим, солярки, ну, в лучшем случае, мазуха, а потом аккуратно всё это перемешайте. Вот у вас получится такая вонючая смесь. Вот это вам, так обводнённая. Вот это вам как раз тот слой, из которого нефть пытаются добывать. Дело всё в том, что сверху, поверх этого слоя лежат другие породы. Их массы сотни тысяч, миллионы тонн. И они спрессовывают этот слой, и когда пробуривают скважину, то, естественно, наши лежащие породы своей массой начинают сжимать этот слой, выдавливая на поверхность воду вместе с нефтью. Сначала нефть, потом идёт вода. До какого-то уровня, пока песок не уплотнится, теперь остаёт сжимать. Всё. Тогда оставшаяся вода и нефть уже никуда не деваются. Они остаётся там навсегда. чтобы как-то вот эту оставшуюся нефть вот туда начинают закачивать больше воды через другие скважины, пытаться нагнать пар, повысить температуру и сделать нефть менее вязкую. Но, по сути, выкачать всю нефть невозможно. Даже 70%, 60% это проблема. Но, что нужно отметить? То, по мере, конечно, отсасывание нефти или воды, например, в Калифорнии артезианские скважины воду добывали, тут разницы никакой, грунты начинают уплотняться и земля начинает проседать. Причём не на сантиметр-два, а может на метр. Вот это проблема. И поэтому, например, в районе Лос-Анджелеса давным-давно запретили отскачивать нефть, именно не нефть, а откачивать артезианские воды, потому что возникли очень серьёзные проблемы. А что касается крови земли, так это, конечно, не нефть, а вода. Потому что без нефти существовать планета вполне может. Любое живое существо, распадаясь, станет нефтью и газом. А вот без воды существовать не может ничего на этой планете. это уж мы точно знаем. И по этой причине как раз пресная вода становится сейчас ценностью, и она во многих странах мира дороже, чем нефть, чем бензин. И чем мы будем двигаться дальше, тем мы будем приходить к ситуации, что нам нужно больше и больше именно чистой пресной воды. Так что это очень серьёзная вещь. Тем более загрязнить воду очень даже легко. Да, потому что по-моему буквально несколько капель нефти делает непригодными огромное количество воды для питья. Ну, надо сказать, что это нефть, тоже нефтью нефтью рознь, но самое главное действительно противно пить, хотя есть лечебные воды, которые содержат в себе нефть. И специально приезжают люди, чтобы лечить свою печень, почки, и они эти воды пьют. Но это пьют-то их сколько? По 100 грамм. То есть стаканчик выпил и весь день свободен. Это очень серьёзный вопрос. То есть всё может стать лекарством, а вот именно чтобы просто-напросто нормально пить, готовить пищу, мыться вот этой пресной водой на большущий дефицит. И загрязнить её, конечно, проще даже не нефтью, а другими соединениями, которые наша цивилизация очень активно вырабатывает. Одно из таких соединений это соли металлов, особенно тяжёлых металлов, свинца, например, того же самого. Но, кстати, тоже серебро весьма ядовитые. так что об этом сейчас очень много говорят, потому что сделать воду вредной очень и очень легко, а вот очистить её очень и очень сложно. Но вот если возвращаться к сегодняшнему происшествию, к тому, что, ещё раз, кто не в курсе, на улице Гертрудес вдруг обрушилась часть дорожного покрытия, и машина просто ушла носом до середины в яму образовавшуюся, всё это связано с гидравлической проверкой воды, и то, что вот лопнувшая труба, вода проразмыла песок, вот можно ли какие-то делать дальше выводы, перспективы, сколько простоит Рига, то есть если она стоит на песке, насколько надёжны эти здания, насколько надёжны, например, будущее там архитектурных шедевров наших, таких как Домский собор, церковь Святого Петра, там старые здания Старой Риги, не может ли произойти вот такого же рода обрушение большего масштаба, когда целые здания могут обрушиться? Вы знаете, вообще мне кажется, что, конечно, если здание стоит на песке, то и на берегу реки, и добавок ещё на берегу моря, и мы знаем, что уровень моря может подыматься, и сейчас наблюдается, то, в общем-то, надо всё время думать о том, а что мы будем делать хотя бы в обозримом бурне, да, то есть, что будет, если будут очень сильные осадки? Меня в первую очередь беспокоят прогнозы об увеличении силы осадков, когда по улицам текут мощные потоки. Посмотрите же, эти же потоки, они в состоянии размыть, не просто брусчатку вот эту они в состоянии размыть, набережные очень легко размывать. Ну, то есть, представьте себе, что в районе Старой Риги уровень воды, например, по коленам. Эта же вода не будет просто стоять, она будет стремиться куда-то протечь. Будут, естественно, затоплены подвалы. Естественно, что она начнёт промывать себе выходы, к Долгаве, да, и как только в Долгаве уровень упадёт, вот, разница будет, то есть, усилится стремление воды пробы промить себе русло, то есть, скорее всего, самыми уязвимыми будут те сооружения, которые находятся ближе к берегу реки. То есть, на самом-то деле, в принципе, это очень серьёзный момент, и я хочу сказать, что, например, в своё время, или 30 тому назад, я слышал, как специалисты из Института морской геологии, которые этим занимались, уделяли большое внимание вопросу, на чём стоит Рига, как она стоит, и как вообще нужно её строить, так скажем, с учётом грядущих возможных изменений. Так это было 30 лет тому назад. Я думаю, что сейчас, конечно, очень бы стоило бы задуматься над тем, что как укреплять здания, вполне возможно, физически все укрепить нельзя будет. То есть, нужно будет понимать, что какие-то здания остаются как исторические памятники, а от каких придётся оказаться. А с другой стороны, нужно думать о том, а куда дальше Рига может двигаться. Какие мероприятия, допустим, береговое укрепление. Это очень такой, конечно, ну, дальний пиццел. То есть, трудно сейчас говорить людям о том, что нам нужно задуматься над тем, что будет, условно говоря, для молодых людей к концу их жизни. Я уж не говорю про политиков, которые дальше своего электорального цикла особо и не задумываются. Ну, два электоральных цикла, ну, восемь лет. А что будет дальше? После нас хоть потом, это вообще потрясающая фраза на все времена. Да. Таким образом, кажется, что думать над этим нужно. Потому что, конечно, вот, Кайна, например, далекие пращуры лет восемьсот назад, например, строили свои города, где повыше, на возвышенность. Вот. А Рига же появилась же как город перевалочная база для того, чтобы перегружать груз с морских кораблей на речные. Так что, то, что она стала столицей, в общем-то, красивейшим городом Балтии, одним из самых таких крупных городов, это сложившиеся обстоятельства. Но никто не думал о том, что вот когда-то этот город может представлять, ему будет большой город. А сейчас вот она есть. Не только Рига такая. Возьмите, например, такая же проблема у Санкт-Петербурга. Какая же проблема? Проблема у Копенгагена такая же. То есть, мы как бы не одиноки. Но Венеция вообще уходит под воду полностью. Разумеется, и Венеция еще хуже. Она вообще на воде станет. Но я хочу сказать, зачем ждать Венеции, чтобы воды искались от Домского собора до церкви якобы, да, и там на гондолах плавали и считали, сколько еще осталось времени, сколько мы заработаем на туристах, прежде чем все это грохнет. Мне кажется, что тут как раз хорошо бы было задуматься над тем, а как будет развиваться ситуация на землю ближайшей под 130 лет. Тем более, я хочу сказать, что Европа подталкивает нас, я сказать, господа, думайте, мы тут будем все менять в связи с грядущими изменениями климата. Мы об этом же сколько говорили, Олег, уже. И желающие могут ознакомиться с документами Евросоюза, они никакие не сжигают. Вот, повозиться надо, но на самом деле это все есть. И я хочу сказать, что об этом нужно тоже задуматься. Вполне возможно, да, вот это вот проблема. Может быть, все будет развиваться не совсем так, как представляет. С вечной мерзлотой тоже, ведь сначала думали, что повышается температура средняя, слабеет мерзлота. Выяснилось, что там гораздо более хитрые провороты. Очень большое значение имеет толщина снега. но все равно общий тренд понятен. Поэтому, я думаю, мы тоже должны задумываться над тем, где мы стоим. В частности, могу прямо сказать, как инженер-геолог. Если бы меня, Салька, кто-нибудь бы сказал, вот я купил участок на красивом обрыве над долиной реки, я бы ему посоветовал продать его. Или, если тебе уж так он дорог, не исключаю, возможно, так уж давай тогда связывайся с инженерами-геологами, слава богу, они в Латвии есть, еще есть, со специалистами, и давай укреплять этот берег, чтобы у тебя там не было ополз. Дренаж надо построить, все это технически решаем. И тогда ты будешь сидеть у себя на обрыве и наслаждаться красивым видом даже во время сильных дождей. Но, с другой стороны, вот все эти защитные меры, они требуют больших вложений, и вот здесь, наверное, встанет вопрос рано или поздно, что лучше, укреплять уже существующие здания или задумываться над тем, чтобы переносить как-то, там, не знаю, административную жизнь, жилые районы подальше от этих опасных берегов. Вот, опять же, тут поючай, какая интересная вещь. Осенью ведь были совершенно одни взгляды на то, что нужно делать. А сейчас у нас, видите, ковид пришел. Так вот, я разговаривал с врачами, конечно, отношение к ковиду поменялось, но его опасность этой инфекции и опасность прихода осенью второй волны, она никуда не делает. А еще интереснее может одновременно быть ковид с гриппом, такой коктейль, да? И если это произойдет, вообще кто-нибудь что-нибудь будет думать о памятниках культуры к следующему году. Понимаете, вот какая возникает проблема. Ковид что показал? Он показал, что может жареный такой петух клюнуть, да? Что уже вышибает все мозги, что уже, собственно говоря, тебе ни до культуры, ни до кино, ни до музыки, ни до чего уцелеть бы, не задохнуться. И поэтому память если все будет развиваться хорошо, то я думаю, что в следующем году уже появится и уже можно будет говорить о том, что нам лучше делать. А если все будет плохо идти, то в следующем году, если, как говорится, все, будет такая возможность, то нужно будет опять вернуться к теме, как правильно приобретать продукты, какие маски лучше, вот, и может быть давным-давно пора было бы купить акваланг и ходить с аквалангом. У нас еще один звонок, наверное, уже последний. Сделайте тише радиоприемник, пожалуйста. Вообще выключим. Все равно мы звоним. Сейчас я выключаю. спасибо большое. Пожалуйста, да, ваш вопрос. Значит, я как раз вот, уважаемый Константин, я хотел спросить, не с этим ли было связано с проблемами оползней и не слабых грунтов в Латвии, то, что в советское время при строительстве микрорайонов били, даже под пятиэтажные дома, били сваи на глубину 10 метров бетонная связь, как бы укрепляя и думая о будущем. Просто я наблюдаю сейчас ее строительство, вот, скажем, в том же Мессиемсе, строят новые поселки, и там делают всего лишь кольцевую заливку фундамента на глубину 3 метра. Спасибо. Спасибо. Ну, в каждом конкретном месте все-таки делается инженерное изыскание. Если, например, там грунты глинистые, допустим, моряные суглинки, вроде бы как бы свайные сваи нет смысла бить. Сваи бьют когда? Бьют тогда, когда грунты слабые, когда необходимо эти грунты упрочнить, ведь сваи занимают объемы, они как бы сдвигают соседние грунты, уплотняют их, и таким образом создается вот это поле. Мало того, сваи бьются, это так называемые висячие сваи, они не обязательно должны проходить весь слой слабых грунтов, они держатся за счет трения, за счет трения по отношению к окружающему грунту. И если их набить большое количество, то в таком случае образуется достаточно прочная поверхность, на которой уже можно слоить здание. естественно, что когда у вас много дешевого догосвай, вот, есть какая-то потребность что-то строить, да, то вы просто-напросто решите вопрос так, набьем свай, построим здание. Либо второй вариант, опять же, вы выбираете по данным инженерных изысканий те участки, где находятся плод, прочные грунты, и вы на этих грунтах уже возводите то здание, которое вам необходимо. Это всегда большой, так скажем, выбор между потребностями строителей, естественно, общества и техническими возможностями, которые у вас есть. Ну что ж, спасибо большое. Наверное, время действительно нас поджимает, и на сегодня мы завершим программу «Климат-контроль». Константин Рангс, морской геолог, ученый и журналист, сегодня был с нами на связи. Спасибо вам, Константин, и до следующей пятницы. До свидания. До свидания.